В понедельник, 20 февраля, с неанонсированным визитом Киев посетил президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на фронте, а также год борьбы украинского народа против полномасштабной агрессии России. Соединённые Штаты объявили, что согласовывают новый пакет военной помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов. И ещё 10 миллионов долларов выделят на восстановление энергетики. Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и Соединённых Штатов Америки. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры, действительно полезное, что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре. Работаем над снабжением дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой. Уже на следующий день, 21 февраля, Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Италии Джорджио Мелони, которая прибыла с визитом в Киев. Стороны подписали совместную декларацию поддержки и взаимодействии. Италия принципиально и мощно поддерживает нас в борьбе за независимость. Есть новый пакет оборонной поддержки, включающий, в частности, ПВО. Есть готовность Италии сотрудничать с нами для реализации формулы мира. А это, в частности, и столь важный пункт, как справедливость. То есть, трибунал для агрессора – компенсационный механизм для Украины. Обсудили сегодня новые санкции против России. Уже второй раз во время полномасштабной войны России против Украины с рабочим визитом в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. На встрече с президентом Украины он сказал, что Испания передаст танки «Леопард», а также будет оказывать помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военнослужащих. Глава правительства Испании отметил, что его визит является демонстрацией полной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. «Сегодня я получил заверение, что Испания передаст нам танки «Леопард». Украинские военные уже учатся в Испании пользоваться этими танками. Мы рассчитываем на этот старт украинско-испанского сотрудничества, на то, что к нему присоединятся и другие решения, которые помогут нам, как можно быстрее освободить нашу страну». 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны России против Украины, Киев посетил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Владимир Зеленский подчеркнул, что Польша является одним из ведущих союзников Украины по объёму оказанной поддержки и является мощным лидером танковой коалиции. Премьер-министр Польши привёз в Украину четыре первых танка «Леопард-2А4». Польша стала одним из основателей танковой коалиции для Украины. Сегодня мы можем сделать объявление о первых танках, танках из Польши. Очень важно, что они именно из Польши. Я верю, что благодаря нашей настойчивости и настойчивости наших польских братьев, из всех наших союзников, мы смогли бы преодолеть ещё одно оборонительное табу. Табу авиационной коалиции. В этот день президент Украины также принял участие в виде встречи глав государств Большой Семёрки и поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в течение последнего года. «Мы выстояли в этом году. Мы начали освобождать нашу землю от русского зла. Мы возвращаем безопасность в международные отношения. И мы с вами можем сделать этот год 2023 годом завершения российской агрессии, годом возвращения мира, годом освобождения нашей земли и наших людей из российской неволи». Юлия Биль для телеканала Freedom.